Я читаю двадцать вторую главу книги пророка Исаии, пророчество о долине видения. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Савоофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и елам несет колчан, люди на колесницах, и всадники, и кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену. И устраиваете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда, а на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Савоов, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость, убивают волов, режут овец, едят мясо, пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Савоов, — не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, — сказал Господь, Господь Савоов. Так сказал Господь, Господь Савоов, — ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, Что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек и сожмет тебя в ком. Свернул тебя в сверток, бросит тебя, как мяч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома Господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергнут тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елеакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, — говорит Господь Савооф, — пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит.